Друзья, приветствую! Мы начинаем прямой эфир и сегодня у нас в гостях нашей студии Вячеслав Александрович Шичкин, заместитель начальника управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации Артемовского городского округа. Вячеслав Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Очень благодарны за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Сегодня мы будем говорить о насущном, о том, о чем каждый день разговариваем и твердим. Это о дорогах, ну и чаще всего. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Все свои интересующие вопросы вы можете задавать по телефону 4-76-52. Он все время будет на ваших экранах. Незадолго до эфира, до того, как мы встретились, узнал, что Россия входит в список не самых плохих стран, тех стран с не самыми плохими дорогами. Мы занимаем 24 место в рейтинге мировом, но это значит, что работа ведется. Отсюда и сегодня мы наблюдаем за тяжелой дорожной техникой в нашем городе. Это значит, что работа продолжается. Вообще, что будет сделано в этом году? Какие работы планируете завершить до Нового года? Действительно, руководство Российской Федерации обернулось в сторону улучшения качества дорожного полотна на территории Российской Федерации, снижение количества дорожных происшествий для того, чтобы движение по территории Российской Федерации было безопасным. Артемовский городской округ вошел в Владивостокскую агломерацию, и сама Владивостокская агломерация вошла в программу «Безопасные и качественные дороги». И мы второй год подряд уже участвуем в этом программе и ремонтируем уличную дорожную сеть Артемовского городского округа. В прошлом году мы отремонтировали по данной программе 17 автомобильных дорог. В этом году мы планируем по данной программе отремонтировать 7 автомобильных дорог. На шести объектах на сегодняшний день подрядная организация приступила к выполнению работы, работы ведутся. Вы видите сами, проезжая по территории Артемовского городского округа. Кроме всего прочего, кроме работ, которые выполняются на дорогах местного значения, и еще выполняется и работа на дорогах межмуниципального регионального значения, которые проходят по территории Артемовского городского округа. Это автомобильная дорога Артем-Находка, порт Восточный, с 1 по 7 километр и с 17 по 22. Это в начале, где в поселке Угловое у нас заезжает. Там у нас предусмотрена замена дорожного полотна, увеличение ширины дорожного полотна, нарезка кюветов, а также обустройство остановочных пунктов. Вы уже, наверное, все заметили о том, что делаются остановочные площадки для заезда автобуса. И второй объект, который на территории Артемовского городского округа делается, выполняется на такой же дороге, это подъезд к аэропорту Владивосток. Там тоже ведется работа, но также эти тоже видно. Мы еще обратили внимание, что не просто ведется ремонт, отсыпание и все прочее. То есть стоят лотки бетонные, стоят канализационные колодцы. То есть все настолько глобально? Да, действительно, мы старались подойти к этому вопросу более, с точки зрения практичней, наверное, с точки зрения увеличить не просто стоимость ремонта, увеличивать стоимость объекта, стоимость работ, которую мы выполняем. Мы, конечно, учли опыт и прошлогодний опыт, который мы учитывали. В этом году мы ведем замены и бортового камня, и устройство линейной канализации, это устройство установка новых лотков, это ремонт тротуаров, которые проходят вдоль автомобильных дорог. Поэтому работа ведется такая глобальная, и это снимается на некоторых улицах. У нас полностью мы снимаем дорожное полотно и будем укладывать новое дорожное полотно. Но в некоторых случаях пройдет просто выравнивающий слой. Поэтому такие работы ведутся, действительно. Вячеслав Александрович, вот с недавнего времени улица Тихоокеанская Гоголя, на выезде из нее запрет, запрещающий знак «Поворот налево». Сегодня можно выезжать только направо и разворачиваться в районе каскада. В принципе, это значительно снизило число дорожно-транспортных происшествий в том районе. И все на это обратили внимание. Но вот вопрос остается, наверное, самым больным, который очень часто задают телезрители в прямых эфирах, и депутатам, и работникам администрации, когда же, наконец, там произойдет ремонт той самой дороги по улице Тихоокеанская. Она не дает покоя ни зимой, ни летом. Действительно, проблема существует. И, конечно, установка дорожного знака, движение направо, решение установки этого знака было вынуждено в связи с тем, чтобы большое количество дорожных происшествий на данном перекрестке проходило. К сожалению, те обращения в департамент транспорта и дорожного хозяйства, в чем видение находится данная автомобильная дорога, об установке там светофорного объекта, не нашли, не то что понимания, финансирования не нашли, поэтому выход мы нашли тем, что установили дорожный знак. Действительно, количество ДТП на данном участке дороги намного снизилось, за исключением тех случаев, когда, опять же, горе водители, которые привыкли ездить все время налево, они не соблюдают правила дорожного движения, и в этом случае и происходят дорожного трасса происшествия. Что касается ремонта дорог, дороги, микрорайона, который расположен в районе улицы Тихоокеанская, Гоголя, в прошлом году мы провели работы в рамках программы «Безопасные качественные дороги» и отремонтировали улицу Гоголя. Отремонтировали грунтовый участок дороги, улица Тихоокеанская, у нас, к сожалению, тоже это грунт, и ремонт этой автомобильной дороги мы запланировали на 2019 год. Ну что хочу сказать, что тот ремонт, который будет выполнен в 2019 году, он, конечно, не покроет все проблемы, которые на сегодняшний день существуют у этого микрорайона. Устройство асфальтированного полотна в том именно месте, при повороте на улице Тихоокеанская, сложность заключается в том, что там еще не сдан дом, который обслуживает еще большегрузная техника, и при укладке асфальтобетонного покрытия, конечно, будут возникнуть сложности, и мы опять потеряем тот асфальт, который положили. Поэтому первая часть мы проведем ремонт грунтовой дороги, и впоследствии мы разработаем проектную документацию по обустройству этой дороги асфальтобетонным покрытием, установкой, обустройством тротуаров для удобства движения пешеходов, потому что, конечно, на сегодняшний день эта проблема существует. Здесь же пройдет, скорее всего, мы в комплексе постараемся сделать и ремонт и улицы Чикалова, потому что это съезд идет первым сначала на улицу Чикалова, потом затем на улицу Океанская. Ну, планы такие имеются, и этот микрорайон стоит, так скажем, в первых местах, в первой очереди. Но вот если по затратам все же упирается всегда в деньги, если делать, касается, допустим, улицы Тихоокеанской, то там также надо все глобально делать, и ливневую канализацию по обе стороны дороги делать, и тротуар, то можно ли примерно хотя бы узнать, какая сумма потребуется на реализацию этого проекта? Ну, смотрите, мы в этом году делали запрос коммерческих предложений и начальной максимальной цены контракта по улице Чикалова, где мы хотели предусмотреть это обустройство тротуаров для движения пешеходов. Только проектирование, только выполнение проектной документации сумма составила порядка 4,5 миллиона рублей. Только проектная документация, не считая ремонта. Ну, если говорить об улице Тихоокеанской, с учетом заезда в жилой микрорайон, где имеется на квартирные жилые дома, ну, это сумма не менее 10 миллионов, да, может быть, даже и больше. То есть все будет зависеть от проектной документации, от того, что мы захотим. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задавать по телефону 4,76, 52, и мы принимаем уже первый звонок. Здравствуйте, говорите. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот так красиво все говорите, тротуары, пешеходные дорожки, переходы. А вот мост к рынку к нашему, по улице Кирова, там когда-нибудь будет установлено лейерное ограждение? Ведь пешеходы-то идут по трассе. Спасибо огромное за вопрос. Да не за что, всего доброго. Всего доброго. Ну, вопрос хороший. Спасибо. Это актуальный вопрос, конечно. И причем, я так понимаю, что мост, он немало хлопот доставляет и местной администрации, и жителям нашего города. Да, конечно. Мы в марте месяце, с наступления весеннего периода, при обследовании этого мостового сооружения, пешеходного моста, мы увидели о том, что мост разрушился, и те металлические конструкции просто на все порвало с перепадами температуры, и эксплуатировать его невозможно. Из чем было принято решение о закрытии этого моста и организации движения пешеходов через автомобильный мост? В настоящее время, буквально 31 мая, мы этот вопрос по ремонту этого пешеходного тротуара и отдельного автомобильного моста рассматривали уже, так скажем, не так, что, ну, давно. Но когда мы и до мая месяца мы решали отремонтировать, хотели отремонтировать только пешеходный мост, настоящее 31 мая на заседании Думы, значит, депутатский корпус обратился к главе администрации, и было принято решение о том, что ремонт будет комплексный, и будет выполняться реконструкция полностью автомобильного моста с обустройством трех полос для движения в одном направлении транспортных средств и обустройством с двух сторон, с правой и с левой стороны пешеходной зоны. Ну, где-то ширина этой пешеходной зоны не менее 2 метров 20 сантиметров выйдет. Поэтому сейчас, значит, подготавливается документация по принятию земельного участка, который находится по автомобильной дороге, то есть некоторое время пройдет еще, и затем будет найдено, будет подготовлено проектное решение. Ну, я так понимаю, что для такой работы еще требуется и специализированная организация, которая именно специализируется по строительству мостов? Конечно. Это сейчас, после подготовки всех просто налаживающих документов, мы подготовим документацию, подготовим предложения от коммерческих организаций, которые будут выполнять, заниматься подготовкой проектной документации. И только после этого мы разместим аукцион, и той организацией, которая, соответственно, выиграет. Ну, и определенные требования, конечно, мы, когда мы размещаем аукцион, требования предъявляются, конечно. У нас еще один телефонный звонок, давайте его послушаем. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Скажите, вот, у нас в каком-то году, я вот забыл, ездили мы на автобусе бесплатно по донорским удостовериям, будет снова, нет, проезд бесплатный? Спасибо за вопрос. К сожалению, никакими нормативными документами пользования на территории Артемовского городского округа бесплатными проездом тогда категории нет. В настоящее время мы продумываем вопрос о том, чтобы помогать перевозчикам, которые на сегодняшний день работают, ну, соответствующую программу муниципального разрабатываем, о том, чтобы эти перевозки немножко субсидировать. О том, какие категории войдут в данную муниципальную программу, то есть те категории, которые будут ехать бесплатно, я сейчас пока еще не готов сказать. Ну, это, наверное, целиком зависит от взаимодействия администрации и наших перевозчиков, их желания либо нежелания, ну, еще от тех дотаций, которые могут поступать. На сегодняшний день перевозка осуществляется только коммерческим транспортом. То есть у нас на сегодняшний день присутствует 7 компаний, которые занимаются перевозками пассажиров. Муниципального транспорта, к сожалению, на сегодняшний день на территории Артемовского городского округа нет. Поэтому здесь коммерсанты зависят, конечно, от цены на билетов и последними большим удорожанием топлива. Поэтому... Да, мы еще коснемся вопросов пассажирского транспорта, еще примем один звоночек. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. В Атутино дом 16. У нас 100 метров дороги, все пенсионеры ноги переломали. Вы в центре делаете, а у нас никогда никто ничего не делал. Спасибо огромное. Мы платим капитальный ремонт исправно. Сделайте нам из этих денег, этих 100 метров дороги. Или хотя бы щебенки привезите, засыпьте ямы. Ну, просто вот зайдите и посмотрите. А то вы в центре делаете, а у нас здесь черти что делается. Спасибо огромное. Спасибо. Ватутино 16. Спасибо за звонок. На сегодняшний день уже на площадке размещен аукцион по подготовке проектной документации по обустройству тротуара в районе улицы Ватутино с улицы Заречной и до улицы Ватутино. Поэтому там, после подготовки проектной документации, в этом году, к сожалению, мы не успеем, но в следующий год мы запланируем ремонт, как тротуар, капитальный ремонт тротуара, который идет, и ремонт автомобильной дороги, я думаю, тоже у нас в планах он стоит. О том, что вы платите за капитальный ремонт, действительно, вы платите за капитальный ремонт. Здесь нужно вам решать самостоятельно о том, в какое направление вы направите свои денежные средства. Но обустройство придомовой территории, это немножко в другой программе, муниципальной занимается. Вы можете подать свою заявку, и ваш квартирный жилой дом может войти в программу, и вы сможете отремонтировать свою придомовую территорию. Вячеслав Александрович, хотел спросить давно, вот тот опыт, который приобрели, работая на предыдущей работе, где ежедневно приходилось сталкиваться с ДТП, с теми трагедиями на дорогах, которые разворачивались, иногда и за счет некачественных дорог. Вот тот приобретенный опыт помогает сегодня правильно расставлять приоритеты в работе? Да, конечно, помогает. Дело в том, что мы иногда, работая на тех или иных должностях, смотрим только с той стороны, где мы работаем, не занимая другую сторону. К сожалению, мне, к счастью, пришлось поработать и в Государственной инспекции безопасности дорожного движения, где выявляют нарушения правил дорожного движения. А сегодня я работаю в другой должности, где одним из приоритетных задач – это обеспечение безопасного движения транспортных средств на территории Артемовского городского округа. И, конечно, мы уделяем внимание безопасности как автолюбителей, так и пешеходов. Я являюсь заместителем председателя комиссии по безопасности дорожного движения Артемовского городского округа. И тот опыт, который я получил в Государственной инспекции безопасности дорожного движения, мне, конечно, очень много дает приоритетов в этом направлении. Вы имеете в виду, что у нас впереди еще много задач, которые нужно выполнить? Конечно, конечно. У нас еще один телефонный звонок, давайте его послушаем. Здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте, задавайте вопрос. Вопрос следующий. Подъезд к Сбербанку на улице Фрукзу 49, когда будут заасфальтированы эти ужасные ямы? Ни подъезда, ничего нет, поэтому просьба как-то так сделать. Это где район автовокзала? Это район автовокзала. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Обращение есть. В настоящее время там неразграничена территория между... То есть автовокзал, я так понимаю, это краевой. Нет, 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 нет. Мы говорим о той территории, слушательница задала вопрос по подъезду непосредственно к Сбербанку. Там идет подъезд к многоквартирному жилому дому и одновременно с этим и подъезд к Сбербанку. Вот этот проезд в настоящее время в управлении муниципальной собственности будет разграничена территория, потому что на сегодняшний день она неразграничена. И после этого мы уже приступим к ремонту подъездных путей. Об этой проблеме мы знаем и в ближайшее время мы постараемся ее вместе включить в те приоритетные проекты, которыми мы занимаемся на территории округа. А дорога, о которой вы говорите вдоль автовокзала, мы ее включили в план ремонта автомобиль дорог. Мы ее планируем отремонтировать в 2020 году. Обещал еще затронуть вопрос пассажирских наших перевозок. Улица Бабушкино, Котовского, Лепедевского тоже часто задавали такой вопрос нам в прямом эфире. Очень нуждаются в автобусной остановке и в специально разработанном маршруте, где автобус будет останавливаться тоже на территории этого микрорайона. Решается ли этот вопрос и как долго еще ждать решения? Вопрос решается. Видите, здесь ситуация в чем? Что если раньше для того, чтобы изменить маршрут движения пассажирских перевозок или автобуса, то достаточно было принять решение об изменении маршрута, достаточно было поставить дорожный знак. И поставить задачу перед муниципальными перевозками. На обочине, например, поставить, что это автобусная остановка и изменить маршрут. К сожалению, сегодня для того, чтобы изменить маршрут движения маршрутных транспортных средств, необходимо обеспечение безопасных условий для движения этого автобуса. На сегодняшний день мы, к сожалению, обеспечить их не можем. Мы что рассматриваем? Мы рассматриваем вопрос об устройстве ремонта улицы Пограничной, которая ведет к этому микрорайону. Для того, чтобы запустить автобус прямиком с 17-го километра вверх и для того, чтобы он непосредственно останавливался в микрорайоне Полярный. А спустить уже автобус, наверное, по улице Брюлова вниз на дорогу уже Артемно-Ходка-Порт-Восточный. Ну вот такие предложения есть. Мы ездили, обследовали эту дорогу в прошлом году, были обращения жителей микрорайона Полярный. Ездили обследовать, к сожалению, те узкие дороги, которые на сегодняшний день имеет микрорайон, в сегодняшний день это заезд в районе Бабушкино-22, он не позволит безопасно двигаться автобусу. Поэтому здесь первое условие – это безопасность вшления пассажирских перевозок. Ну да, и мало, наверное, будет людей довольных, что автобусный маршрут проходит через дорогу, приближенную к их подъездам. Я думаю, что здесь тоже будет играть немаловажную роль. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда прекратят грядить Жуковскую, улицу Жуковскую, это район шахты Дальневосточной, камнями, нельзя не пройти ни с колясками, ни за водой ездить. Спасибо. По булыжникам ездишь уже сколько лет? Ну, я не знаю, что мы должны прекратить грядировать дорогу по улице Жуковского, не трогать ее, пускай она остается в том состоянии, в котором она находится. Ну, наверное, те булыжники, которые торчат, может быть, есть возможность, хотя какая возможность, отсыпать их… Ну, к сожалению, видите, в чем дело? Дело в том, что, например, город Артем, он изначально шахтовый город, да? И большинство тех дорог, которые находятся в частном секторе, они строили… Они строились еще в 30-м году. В 30-м году, когда были выработки шахты, просто навсего порода, которая у нас, посмотрите, терриконика один, второй, третий, три терриконика у нас растащили по территории Артемовского городского округа, осыпали прежде всего на дороге. Поэтому, конечно, дороги находятся в частном секторе, не в том нормативном состоянии, которое хотелось бы. Вот если вы проедете по тем улицам, которые мы произвели ремонт уже в прошлом году с частным сектором, конечно, разница заметная. У нас еще один телефонный звонок, давайте примем его и продолжим. Задавайте свой вопрос, здравствуйте. Здравствуйте, я хотел бы уточнить насчет остановки углеразведка, автовокзал, да? Столько всего стопочек. Никогда, вечно там останавливаются автобусы и вечно создается аварийная ситуация. В течение пятидесяти минут можно встречать, сразу смотреть, все видно, как там создается аварийная ситуация. То есть там нет кармана для заезда к остановочному комплексу? К остановочной площадке. Что-то подобного такого. Остановка находится на уровне, ну, в принципе, карман там можно сделать, а ничего такого не происходит. Спасибо за вопрос. Ну, мы уже обговаривали. Да, спасибо за вопрос. Ну, к сожалению, те работы, которые будут проводиться в этом году на территории, на трассе, на автомобильной дороге оригинального значения, не коснется автомобильной остановки на углеразведке. Спасибо за вопрос. Мы его запишем, этот вопрос проработаем на будущее. И по возможности мы оборудуем данные автобусные остановки. Ну, там действительно. У нас в большинстве случаев, видите, на самом деле, согласен с вашим вопросом, согласен с замечанием, у нас на территории очень не имеются такие остановочные пункты, которые не оборудованы остановочными площадками для заездных карманов, их называют некоторые, для остановки пассажирского транспорта. Ну, вызвано это тем, что стесненные условия Артемовского городского округа и очень близкое расположение других предприятий форм собственности, что не позволит нам сделать. Ну, по углеразведке посмотрим. Спасибо за вопрос. Мне еще хотелось задать вопрос. Та программа, о которой мы говорили, безопасные и качественные дороги, они помогают снизить расходы местного бюджета и вообще из чего складывается бюджет на дорожный фонд? Конечно, они помогают. В прошлом году мы в рамках безопасной и качественной дороги получили субсидии из федерации, из субъекта, из Приморского края. Мы получили краевой бюджет 64 миллиона рублей, только в рамках этой программы, и федеральный бюджет 80 миллионов рублей. То есть это достаточные суммы. В этом году у нас общий объем финансирования порядка 136 миллионов рублей по этой программе. Из них около 10%, чуть более 10%, это около 15-16 миллионов где-то это бюджет Артемовского городского округа, а остальные это денежные средства субъекта, администратора Приморского края бюджета и федерации. Складывается, конечно, из тех денежных средств, которые поступают в казну Артемовского городского округа, в бюджет Артемовского городского округа. Из дорожного фонда ежегодно сумма поступает, она варьируется и в среднем она составляет от 16 до 20 миллионов рублей. Это денежные средства дорожного фонда, это налог владельцев транспортных средств, которые поступают в бюджет Артемовского городского округа, остальное уже формируется за счет поступления других из других источников. Вячеслав Александрович, к сожалению, не все вопросы нам удается вам задать, их много и я знаю, что у нас и телезрители сейчас готовятся вам задать вопрос, но, к сожалению, у нас времени уже не остается и спасибо вам огромное за то, что нашли время и пришли к нам сегодня и хочется также вдогонку задать вопрос, насколько сегодня удается контролировать безопасность дорог, их качество в надлежащем виде освещения и все прочее, вот хватает ли людей, хватает ли сегодня действительно специалистов в этом плане? Специалистов для выполнения, конечно, всех работ не хватает. На сегодняшний день мы привлекаем в первую очередь специалистов управления благоустройства, которые тщательно следят за ходом производства работы, а также привлекаем другие организации, у которых есть специальное оборудование для проверки ведения качества работ именно дорожного полотна, например, либо других материалов для осуществления контроля за ведением работы. Уважаемые телезрители, это был эфир с Вячеславом Александровичем Шичкиным. Спасибо за то, что участвовали в нашем эфире, всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok